Водке нужно довалять пиво! Ты не помогай своему имиджу, Лиза! Они что, не понимают, что я б***ь супер-мос? Ох, ненави... Ох... Ну, завидую, да, но ненавидую. О, такой он божественный, прям, смотрите. Мам, я заработал за месяц миллион рублей. Всё, дорогая еда, они для меня. Не, на коммент срать. Накормил невкусными стейками, напоел невкусным пивом. Приблизительно в 4 раза меньше, чем заслуживаю. Вот. А она всё равно друг, это как отсосать не себе. Друзья, всем привет, с вами снова Юрий Хованский. Ура, с меня начали. Я тоже... я тоже важен. Неправильно, нужно начинать с Дамы прекрасные, да? Да, это Юрий. Нет, я не... У меня, у меня не нужны подписчики, Юрий Хованский. Сейчас на мели. Ладно, Лиза, ты позволишь ему быть первым? Конечно, конечно. Ладно, все, справа на лево. Даня Кашин, само собой, вот с нами. Он разбирается в мясе. Молодец, красавчик. Тебе не стыдно? Как можно перепутать такую простую? Правильно? Даня квашен. Да, б**ть началось. Квашен. Квашен? Квашен. Я до конца жизни... Да зачем ты? Он же не знал. Это салфетка для тебя? Если что, на ней написано... Ты б**ть. Покажи в камеру. Передаем слово Дензелу к Вашингтону. И, само собой, Лиза Нерец, Лизка, которая... Почему у тебя через единицу написано все? Через И было занято просто. А, ясно, Лизка. И, И, в описании под этим роликом вы должны и обязаны подписаться на этих людей. Юрий Хованский! Когда-то был самым крутым, теперь просто крутой. Когда батя перебил и шутит свои шутки. Ладно, друзья. Короче, суть в том, что у нас сегодня... Кто угадает дорогой или дешевый стейк-челлендж? У нас на столе лежат стейки. Здесь четыре типа стейков. Есть очень дорогой стейк. Есть среднего ценного диапазона пара стейков. И есть стейк, как бы, такой... Он тоже очень вкусный, но... Ну, такой, прям дешевый-дешевый. Ваша задача будет... Сейчас мы с Костяном все пожарим. И ваша задача будет угадать... Скажем даже не так. Интрига в том, стоят ли они своих денег. Вот. А кто угадает ближе всех, тот получит? Тот получит... Костян. Сейчас на халяву пожрет. Что? Я ничего... Ну и проиграем. Не буду хватить. А можно? Нет? Хорошо. Давай так. Кто победит, тот может есть чужие стейки. И смотреть, и смеяться на проиграющими. Ладно, понимаем, я угадал. И унижать их, рассказываю. Поднимаем ставки. Кто победит, получит набор ножей Самура. О-о-о-о. Если я ножами Самура... Ты мне его обещал. Нет, тебе по-любому обещал, но если ты победишь, у тебя их будет два. Просто я боюсь, как бы не отдали мой набор. Ну, хорошо. Два набора мне не помешает. Я готов. Я мастер угадывания. Я автор шоу Бич Закупка. Канал Хованского. Подписывайтесь. Плейлист есть. Пойдем. Интеграция началась. Потом вернемся. Короче, друзья, мы отправляемся снимать, как мы будем жарить стейки. А наши гости могут... Пить пиво. А я хочу закуски перед стейками. Закуски. Закуски, аперитивы. Хамон. Нарезаем хамон. Хамон, да. Да, хамон. Сейчас как короли будем сидеть. Да, типа, сидеть ждать пока стейкинг. Блин, стейки долго жарить? Мне двадцать наверно. Ты чё, дурачок? Да. Стейки делаются всякие рэр, медиум. А какой прожарки какой будет? Одной? Нужно спросить, наверное. Я просто не шарик вообще. Я типа, медиум. Смотри, прожарка, она для всех одинаковая. Подбирается, если только ты не из тех, кто любит волдан. Что волдан? Это типа секс какой-то оральный? Волдан, типа, нет. Ну типа, когда ты боишься крови вообще. Ты видишь красную жидкость. Йоу-йоу-йоу, я совсем забыл, друзья. Мы тут вообще-то, п***, снимаем, п***. 5 секунд, какая прожарка? Максимальная? Есть такая? Максимальная. Это волдан. Дружи, не порти себе удовольствие стейка. Да, но это ты испортишь стейк. Медиум? П*** полный, я пробовал. Я всегда заказываю между медиум и медиум рей. Ну вот, вот прям. Короче, я спрошу просто, вы разовизну в стейке терпите? Да, я дам. Нет. Ясно. Я знаю, кто проиграет. Ну тогда тебе ближе к медиуму надо. Типа, даже прям медиум. Ну хорошо, медиум уэл. Медиум уэл. Пожарьте мне просто мясо, я хочу есть. П***, мы тут вообще- Эй, эй, б***ь. П***, эй. Кого там восьмой дан по карате? Вообще у того чувака слева. Это карате, это айкидо. Вы у меня щас друг с другом подеретесь. Мы тут, б***ь, кино снимаем, а они сидят п***ать. Вообще без предел. Так, все, все, все. Сейчас я еще допью, б***ь. Так, короче, сырое мясо для Хавана. Покажем восьмой дан. Что-то среднее. Что-то среднее, а для тебя розовенькое мясо. Обычно, обычно. Медиум коротый. Мы все делаем не так вот, пошли их жарить. Сука. Народ, стейки для такого огромного проекта стоили крайне недешево. Но как только об этом проекте услышал наш сегодняшний спонсор, он нам сразу помог. Интересно почему? Потому что сегодняшний наш спонсор это мясная игрушка с мясными зарубами Альянс. На самом деле это уже знаменитая во всем мире мобильная Крошилова, которая только сейчас добралась до нас. 400 уникальных героев. Десятки тысяч комбинаций на поле боя. Такого фарша ты еще не видел. Есть битвы с гигантскими боссами. Все любят битвы с гигантскими боссами. Битва с гигантскими боссами это как стейк с тимьяном и розмарином. Его любят все. Ну и само собой можно биться с реальными игроками и друзьями. Между прочим, зарубы гильдий тоже никто не отменял. Рассказывать можно часами, но лучше протестить самостоятельно. Кстати, если пройти по ссылочке в описании, там сразу и 50 тысяч голды дадут и полтишок алмазиков отсыпят. Ссылка в описании, всем удачного старта. Что? Хуагра? Фуагра. Их кормили насильно для того, чтобы они были жирными. Их печень была жирная. Там где срать на улитах, чувак, конечно. Я не ел никогда улиток, но... Утки! Утки? Утки? Подожди, я не разбираюсь. Что за фуагра? Фуагра это утиная печь. Утиная печь, у них закармливают насильно. Ну мы же едим курицы, так же вообще плевать. Я не знаю, что такое фуагра вообще. В жизни не ела. Ела мидии, они такие невкусные. Я такая типа, о, все, дорогая еда, они для меня. Ем собак. В шаве. Рядом с домом. Конечно, повторюсь, от этого вкуснее. И я, ну типа, я посмотрел целый ролик про уток. Вот фуагра, как мы записали. Как, как их, эээ, с ними хуйня обращаются. И я такой, хуйня. Наверное, это реально жестоко. Но просто после этого ролика в плейлисте пошел ролик про телят. Потом про коров. Потом, ну и короче, оказывается, мы люди со всеми живыми существами обращаемся предельно хуйня. Поэтому, как бы, фуагра, для меня это, не, не исключение, да. Там просто нет ролика про твою бывшую. Неплохо! Аааах! это в принципе в принципе сюда давайте по секрету с чего с чего с чего мы начнем как мы это слышим начнем начнем сейчас с самого говна начнем запалят да 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 и посмотрим какие оценки они поставят этому мясу так что на самом деле у нас все пойдет по классике все довольно просто быстро собственно чтобы добиться на двух сантиметровом наверно стейки прожарки медиум нужно что сделать пожарить по две с половиной минуты две с половиной и минуточек пять пускай все это дело отдохнет ну да я сейчас подгаду я думаю что ты не спали я думаю что ты не спалишься если скажешь на видео что что это за стейк чтобы поняли да это будет ребай соответственно господа которые там наши эксперты они не разбираться используем как ты представляешь у меня это самое не получится значит как по локтю скатить короче галя işte вот так вот так вот хорошо попробуй полоктю давай вот у тебя получится да 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 вот прям вот сожди что это вот что за белое а вот это вот пленка а пленка да 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 а какие звуки надо при этом издавать нет оно надо по локтю сыпаться мужик в этом все тема я себе в руках насыпал нормально нормально у меня много соли в Ну, я думаю, присыпь посильнее, чтобы посильнее надо присыпать, мне кажется. Столкой? Да, толстенький достаточно стейки. Ну, давай, вот так вот. Раз, раз, раз. Огонь. Так, давай, сколько мы поставим? Слушай, на 7,5, на 7,5. Окей, значит, тут у нас все разогревается. У нас есть... Оливочек. Оливочек. Оливочек, давай, оливочек. Так, добавляем маслица. Хорошенько его покатаем. Мне кажется, что можно выкладывать. Тут очень быстро у тебя разогревает. Ну, буквально 3 секунды, заметил. Да, вот так. Ну, и можно долбануть побольше, да, если выкладывать. Ага, огонь. Так, а я тем временем... Время. Да. Сейчас пойдет огонь. Время. Так, секундомет. И пошло, да, раз. Костяк рулит, Костяк рулит. Еще ровно, ладно, еще ждем 40 секундочек, и мы начинаем отзаривать бачка. Жирок мы тоже подвыкопим. Наша задача, короче, чтобы все были довольны, потому что все очень по-разному, но никто не любит супер-кровищей, и никто не любит подошву. Мы сделаем медиум... Ну, медиум, медиум-вэл. То есть можно даже чуть-чуть подержать. Да, да, подержим. Особенно вот этот справа, видишь? Да, да, да. Ну, вот так, хорошо. Ну, вот по-разному, значит, бачки... Да, все верно, бачки обжаривать. Вот он огонь. А вот этот можно, кстати, еще на минутку... Кстати, такая корочка у них даже ничего, на самом деле, потому что когда начнется их отдыхать, она раскладывается, когда станет мягкой. Поэтому, господа, если передержали там на 30 секунд, и ваша корочка выглядит вот таким вот образом, ни в коем случае не бойтесь. Когда будет отдыхать стейк, он прекрасно разойдет по такой оси бедня. Ладно, давай, перекладываем. Вот, перекладываем. И все это идет в духовочку на 15 минут в районе 80 градусов, 90. Мы уже там не угадаем, но примерно такого плана. Нейтрально, наверное. Вегетарианцы, прекрасные люди, не кушают мясо для того, чтобы я смогла скушать больше мяса в своей жизни. По-моему, очень хорошо. Хорошая позиция. Полная... Долгопая, блядь. Мясо... Наши предки... Ловили... Ели... И кто отказывается от мяса, тот отказывается от предков, не уважает дедов... Так, теперь мы готовим следующие стейки. Этот доходит. Сейчас он пойдет на стол буквально через... Через 5 минут. Мы готовим следующие стейки. И они... Я скажу верхний микрофон. Они достаточно дорогие. Хорошо. На этом моменте люди кончат. Да, асмр видео. Асмр, да. Ну, так. Сейчас Костян все присолится. Мы все делаем достаточно быстро, чтобы видео не затягивалось на года. Это лайф-режим. Самый лучший резин видео. И давай на этот раз сразу чеснок, сразу тянем, сразу розмарин, потому что в тот раз я его добавлял и действительно после перевернул. Вот это. Так, и вот он стейк тоже у нас. Вот оно. Вот оно. Да. Да, вот так. Здесь мы попадаем вообще в посуду. Здесь идеально вот это сделали. Первый, походу, был слегка промазанный, но я уверен, все равно будет отлично. Нормально будет. Посмотрите на эту форму. Чугун, индукционная плита. Посмотрите на эту форму. Так, вот поставим на жир. И жир мы на максимуме подвыкопим. Вот так. А тем временем приходится, значит, раскладывать предыдущие стейки на три тарелочки сейчас. И приборы, само собой. Так, жирок у нас обжарен. Все это отправляется отдыхать. Ну, вот сюда. Это стейк номер два. И сейчас обратно в духовочку на, собственно, 10 минут. На 10 минут, а мы пойдем, мы пойдем за эти 10 минут проверять реакцию господ на первый. Итак, друзья, вот это стейк номер один. Вы должны будете записать, насколько он сочен. А если я не готов указать это до того, как попробую другие стейки? Вполне возможно, что ты можешь изменить изменить свое время. А тогда можно табличку нам, на которую мы должны? Конечно, конечно. Куда же без нее? Табличка есть. Не полагается никаких приправ, ни кепчука, ни... Нет, выдай бы с рот. А если понравится, можно кепчик? Никакого кичунеза. Че за хуйня? Ну, нужно резать середку, пробовать, так сказать. Как-то без кичунеза-то вообще что-то. Мы только что-то обсуждали, как мы сыры и дошираки ели. Чтобы вы понимали. Надо с газировки еще. Старкун на сахит. Ай, да медиум прожарка. В общем, по мне, смотри, самое главное, что люди, ну, как бы правильно кушают. Они сначала там с бачку покушают, потом с середки покушают. Ну, то есть нужно оценить все части стейка. Я вот не хочу забегать вперед, конечно, по этому стейку, но поскольку мне сказали, что мнение можно будет изменить, я сразу выскажу, что мне кажется, это самый дешевый стейк. Я ему ставлю 400, даже 370 рублей. За стейк? Вот за этот. А можно, ну, я не знаю, сколько он весит. Ну, 250 грамм, сколько? 200? Какая разница, Юрец, ты же видишь? Вот сколько, да, 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 как подали. Мясо у тебя на тарелке, вот, собственно, от него и исходи. 370 рублей. Ну, это нормально, нормально. Не, 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 все правильно. Да, сюда, сюда, сюда. Хэ, это хова стейк. Вы не, вы, вы, вы не умеете, вот, 0, 1, 2, 3. Кстати, да. Да, это такое себе мы сделали, ну, тупо. Ну, первый стейк ставим, а, 370 рублей. Окей. Но я все равно буду его есть, я голодный. Даня? И 370 рублей для меня норм. Но по тому мясо, которое перед нами стояло, я оценил сразу, что вот эти, которые самые справа были, они где-то средние. Но точную цену стейков, я не знаю, примерно, какой тебе по цене. Ты можешь, как бы, исходя из своих ощущений. Исходя из того, что сколько бы ты заплатил, просто, вот ты пришел в рестик, тебе это подали, сколько бы ты, ну, не пожалел отдать. Вот хова не пожалел, значит, 370. 370 рублей, да. Он не пожалел. Ну, я бы, наверное, тысячу отдал. Ты еще? Да, нет, тысяча. Какой вот, посмотрите, просто сравнительная, насколько Даня щедрее меня. Это учитывая то, что я приметил самый херовый стейк, который будет, ну, там тоже где-то 300 рублей стоить. А ты заранее, ты 4, да, смотрел, типа, ну. Я считаю, что это средний, и типа он стоит 1000. Который более дорогой, там же 2500 будет стоить. Вот, я пока думаю, что это средний, и поэтому ставлю 1000. Пробую мясо, иди, не мой тебе добрый совет. Я дохожу, я уже попробовала. Вот, я такая, типа, если это так вкусно, а что будет по бокам? Я не знаю, мне это вкусно. Лиза, сколько? Давай, твоя стейка. Короче, я ела стейки, типа, дорогие, на самом деле, и они были вообще невкусные. Я ела невкусные дорогие стейки, я такая, типа, господи, я отдала 7000 рублей за это говно. Да. Мне обидно за тебя. 7, сука, ты, ты что ела? Ты что, вагю ела? Я ела, да, но, типа, этот стейк, этот вкусный, я бы, типа, 1000, 1500 я бы тоже отдала. Ну, позови, позови. Ну, типа, окей, да, нет, уже сказал 1000, 1500 я бы отдала. В целом, мне нравится. Типа. Это съедобно. Да? Да, да, еще. Готареева. Хорошо. А теперь, оценка вкуса 1, ну, от 1 до 10. Да, от 1 до 10. Зафигачьте. Просто собственный вкус. Вот я хочу это еще раз попробовать. Это, значит, ну... Просто ставьте балл от 1 до 10, в плане... Насколько ты насладился тем, что... Ну, да, типа, я же еще беру, так что... Ну, 7 точно. 7, да. 7. 4. Ух ты, блядь. Мне кажется, кто-то что-то с утра фуа-грас черный. Нет. Это... Я же у тебя ел стейки, Олег. И это очень какой-то малокачественное, как мне кажется, мясо жестковато. Поэтому я уверен, что это самый дешевый стейк. И больше, чем 4 он не заслуживает, типа. Хорошо, мы переходим к следующему стейку. Он у нас отдыхает в духовочке. И начинаем готовить третий. Конечно. Спокойно вообще. Скорее всего, нет. Потому что собака... С самого детства мне говорили, собака друг человека. Я же не могу съесть друга. А если это, типа, не твоя собака? Она все равно друг. Это как отсосать не себе. Блин, да. Я тоже не себе сосутал. Я, типа... И было очень невкусно. И я боюсь, что собака такой же окажется. Но, типа, у меня нет проблем. Я понимаю, что они разумны. От этого они только вкуснее. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Нет, у нас все запомнено, все в порядке. Тарелки новые, приборы старые. Итак, друзья, это следующий стейк. Я не буду давать подсказок. Для того, чтобы понять прожарку, сразу даю совет. Разрезайте прямо посередине. Я по твоей интонации все подсказки уже извлек. Нет, ничего ты не извлёк, но тем не менее. Как еб**ый ресторанный критик, знаешь, типа как фильм, который приходит такой, сидит. Ну это знаешь, типа фильм про ресторан. Смотришь у меня кусочек, что-нибудь. Нет, дружи, наше дело страдать. Ну типа реально. Это средний штейк. Мне кажется. Средний? Угу. Ну средний вот с нового диапазона ты имеешь в виду, да? Я бы на такой заплатил 900. Вот смотри, у Юры прям пошли ставки наверх. Да. Не без недостатков, я так скажу. Ух ты. Да. Но приятный такой. Это как пепер или пеп... Ну не знаю, короче, бля. Нормально, за е**. Жирок мне нравится, поблагороднее мне кажется, чем пепер. Жирок подзолотился, как бы видно. Даня? Я еще ем. Лиза? Мне нравится меньше, чем предыдущий. Да? На самом деле, да. Ну я так. Но какая у тебя прожарка? Что у тебя вот здесь вот внутри? Внутри стейка. Покажи в камеру, что у тебя внутри стейка. Смотри, тут вот мясо, тут жир. Ну да. Ну владеет. Ну и оно правильного цвета, мне кажется, что... Да, правильного цвета, но мне-то по вкусу нравится меньше. Ты говоришь, как будто бы я должна была сюда прийти и сказать вот это, 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 это. Нет, все в порядке, я говорю сейчас исключительно то, что тебе нравится. Ну как тебе, прям по волокнам, по сочности, почему да, почему нет, то есть такое. Слишком сложно, да? Да, х**, это самый... Не оказывайте влияния на соседей. Да, я не меньше всех съел и больше всех нахваливаю, да? Да. Ну ладно, чтобы не затягивать шоу, ваша сумма и ваш балл. Короче, если я сказал, что прошлый стейк это было что-то среднее, а это намного лучше, чем прошлый стейк, то пока что я поставлю, что это самый там, самый клёвый. Две с половиной тысячи. Две с половиной тысячи. Потому что это очень вкусно, прям, очень вкусно. Ну давай сейчас балл. Да. Да, давайте балл сразу. Я шесть поставлю. Да, я сглупил, что поставил семерку в прошлом, потому что я сейчас поставил семерку. Можно изменить. Поставь четыре. Четыре, половина. Я думаю, четыре, а это семь точно. Ты чё, х**, мои оценки повторяешься? Я сейчас беспредельщик. Лиз? А у тебя шесть. Лиза? Мне этот стейк меньше нравится, на самом деле. Если предыдущему оставила семь, то этому пять. Не позволяйте мужланам влиять на тебя. Да, да. На то, типа, я всё делаю против них. То за этот я больше тысячи бы не отдала, на самом деле. Тысяча. Тысяча. Хорошо. А мы переходим к двум финальным претендентам. Сейчас опять заберут. Хавайте, хавайте. А не... А не отдать время. А не отдать время. Нет, я не чувствую себя забытым и ненужным блогером. Массиву для нового хайпа? Нет. Нет. Не-не-не-не. Конечно, нет. Да вы... Да мой диз... Да диз... Вы знаете, год назад мой диз 20 миллионов просмотров собрал. Да, конечно, нет. Пока что нет. Есть ли сила для нового хайпа? Есть. У меня сейчас выйдет новый диз. Ха! Да вы что думаете? Да мой новый диз? На кого? Да мой новый диз. На тебя? Накормил невкусными стейками, напоел невкусным пивом. Все, диз, на дружи. На пиво не надо гнать, пожалуйста. Да, пиво было... Пиво, ебать, я люблю тебя. У меня стресс. Ну, может, мне перелись? Мне кажется, она чувствует себя бессмертной. Ну, ладно. На меня можно. Трое чуваков против нее. Трое. Конечно, да. Я сейчас готовлю, блядь, операцию Барбароса. У меня будет захват всего хайпа, блядь, на ютубер, нахуй. Забытым чувствую себя, конечно. Времена уже не те. Люди забыли, кто настоящий король на ютубе, кто десница, кто... Знаешь сам король? Да, я знаю, кто король. Спасибо, мотор. Все помнят. Все помнят и чтят. Anyway, времена сейчас тяжелые, поэтому ждем, ждем проблеска луча света. Итак, следующий стейк. На самом деле, это самый дешевый стейк. Но. Но. Многие думают, что он, типа, дорогой. Потому что его мало, а на самом деле, это просто четверть куска. Так вот. Давай, чтобы поместились, давай небольшие сделаем. На три, побольше, побольше, наверное. Да, вот так, вот. Нет, я хочу, чтобы они на сковородку поместились, понимаешь? Ну и все. Тогда, наверное, вот этот самый... Твоя соль, мой перец? Оп, 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 оп. Засыпай я соль в рукав. О, красота. Вот, ну он не тонкий, я так много прям не буду. Ну, много не надо, да. Но, кстати, мебель, они поперек волокон. Я знаю, это нужно жарить нормально. Подоль, все, и подоль, все. Я думаю, что минутки два-три, наверное, учитывая даже толщину, кто-то скажет, ого, Господи, здесь сантиметр толщины. Дело в том, что здесь волокна в этом стейке идут не вот так, как, например, если мы вот здесь вот отрежем, да, и будем жарить вот на этом торце, куда волокна выходят. Они идут горизонтально, поэтому прибавляйте 1,5. 1,5. Это прям 2 раза дольше, да, надо. 1,5. Сними мотор. Блок во влоге, во время блога во влоге. Чтобы вы смогли смотреть блог во время просмотра видео на ютубе и просмотра блога. Погнали. Так, немножечко маслица. Вот, и сразу выкладываем. Я увеличу до семерочки, наверное, он уже нагрет на сковородка. И правильный звук. Отличный звук. Звук идет как надо. И вот так. Они вот тоненькие, но... Они сейчас надуются, как подушки. Да. Они съежатся и увеличатся вот по центру, надуются, как подушки. На самом деле это касается того же фланга, например. Тот же фланг, если кладешь целую котлетину, вот эту огромную, большую прям мышцу. На 25% она съежится. Она вздувается, капец, намного-намного толще. Да. И, соответственно, она просто вот была, значит, там сантиметрик. А когда она закончится, готовится, она будет в 5... Серьезно, она будет в 5 сантиметров толщину. Видите, подушки уже начали надуваться. Ну и пошло сливочное. Розмари и тайм. Розмари и тайм. Пошел. И я думаю, что можно перевернуть. На самом деле, да, кстати, ты, может быть, и прав. Стоит такого плана стейки можно переворачивать не один раз. Да. Вот сейчас мы перевернули, прошло минута 50. Соответственно, минуту 50 еще так подержим. И после этого... Это очень важная штука, потому что, если вы видите, что у стейка волокна идут не вертикально относительно сковородки, а горизонтально, дофига дольше жарится. Вот визуально вам покажутся, типа, и этот кусок мяса, и тот кусок мяса. Там такой малюсенький. Да, малюсенький, тоненький. Но вот разница в пропекании, как оно по волокнам идет вот так, или если они горизонтально... Ну, в разы почти. Ну, действительно, в разы. Вот, они еле помещались на сковородку, а теперь, смотрите, еще два влезет. Да, еще два может влезть. Главное, смотрите, чтобы у вас ничего не горело. Начинает что-то гореть, вот, черным становится, вынимайте, что чеснок, что тимьян, что стейки. Ну, если у вас горят стейки, это значит, что-то не... Насчет чесночка, кстати, давайте... Можно, его даже можно... Давай, давай, вот, свои любимые половинки. Вот, и можно прямо... Вот туда обмаскивается. Попочку удобно вынимать, потом будет. Да. У меня много чего пригорает. Вот, от конкретно чего-то, прям, что прям, больше всего... Комент подписчика, например, какой-нибудь. Не, на коммент срать. Но... Сейчас что-нибудь вспомню из примера таких. Пригорает обычно, когда от меня требуют что-то. М**ть, как объяснить? Типа... Ммм... Я очень много оффлайню, вот. Но, типа, я не выхожу на связь с подписчиками очень много, ну, типа, очень долгое время. Не делаю стримы и так далее. Они требуют от меня, типа... Йоу, где стримы? Мы тебя так мало видим. И ты... Идите, да... Вот, а ты мне пригорает. От... Головастики советуют Лексу Лютеру, как ему свою империю развивать, б**ть. Ну, извините, ребята. Вот, вот это меня больше всего, наверное, бесит, б**ть, типа... Но, честно, честно, я благодарен за любую... И вот, кстати, будет наш четвёртый стейк. По секрету скажу... Это самый дорогой. Это вырезка Филе Миньон. Вот так. Уже зачищенная нами... Голова отрезана. Вот, так что... Это топ. Это топ-кек. Это, да. Топ-кек. Топ-кек. И... Тоже... Стоит на 100 градусов. 100 градусов. 10 минут доходит. Расслабляется. Ну и, друзья, вот у нас финальный стейк. Примерно вот такой вот. То есть это вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Вот. Вот такие вот у нас получаются филе Миньончики. Шикарные. Можно, кстати, ради прикола вот этот вот кусочек сменить даже. Вот смотри. Вот оттуда прям элит возьми. Ага, вот, вот. Элит взять. Да, элит. Вот они, Серёжки. Отлично. Отлично вынимаем. А это вот у нас. Вот так. Огонь. Красота. И вот как бы мы этот стейк сюда. Этот стейк сюда. И этот стейк. Он же специально на той коре. Вот. О, это, наверное, бухло. Тысяч 20 я слил за ночь. Как получилось. Я сам в шоке. Ну, если платить целый чек. Еда или бухло? А суммарно там, типа, ты, ты, ты такой ешь. А он такой, типа, ого, нам может быть выпить. Ты потом пьёшь. Он такой, ого, нам может быть поесть. И ты плачешь за всех. И он такой, типа, ого. Ну ладно. Так и вышло. Я сквалыга. Или как это называется? Я максимум тратил за весь вечер 7 тысяч рублей. 8, типа, или это. Нет, я очень жадный человек. Я никогда не куплю что-то, пи***, предельно дорогое. Я скорее увижу это в ресторане. Приду домой. И потом посмотрю в интернете, где можно дешевле купить. Вот я, я богатый. То есть я могу этот кристалл купить. Но я не такой богатый, чтобы его сразу купить. Я домой приду, посмотрю. Купить шампанское кристалл дешево, SPB, типа. Так, народ. Короче, третий стейк. Блин, я только про горшка тут заговорил. Мы только дошли до интересной. Только про то, что Юра на горшок ходил. Это чё ещё? Ты чё мне принёс? Это что за троллинг? Это троллинг, да. Давай, убирай. Бастурманин, ты меня н***. Бак, ты просил более сырой. Я понял. У вас чутки, как в... Кашу стендап 3. Несите мне. Ты не хочешь есть это? Нет, нет. Я на ваш троллинг. Я на вашу провокацию. Словако, баба. Словако, слабако. Короче, это тот самый... Я жалю слева. С самого левого лежала. Это должно быть самых... Я знал! Я знал, что они что это задумали, Я прям увидел что он красный и они надеялись что нет-нет Я человек простой Вот прикинь пока к себе, хрубк Начал есть его типа А это такое нормальное? А это регулярно? Меня так проверяют на то не началась ли Белка У меня Лахт Если б я начал есть, было бы понятно что Белочка уже типа Что? А кто уже сегодня приехал там, мне по там murder Долго ты его, кстати, нес, ты что обмазал? Мне готовить надо было Как вы видите, он по форм-фактору не совсем стандартный, поэтому... Тут меньше всего тимьяна и розмарина, меньше чем в других стейках, я заметил Можно я начну? Прям с набитым ртом, извиняюсь Давай Очень невкусно Это прямо вот самый плохой, который я ел Я серьезно говорю, очень вкусно Прям вообще совсем плохо, а? Резина, прям сильная резина Ну, во-первых, это самый мягкий стейк, который мы сегодня ели Ну, я прожевать не могу до сих пор Так может, этот кусок плохой попался Что-то так же Нет, я открою секретов, то есть не самый мягкий Не, открывать секретов никаких не нужно Да, ты че? Это самое, на самом деле отрез этот, ну прям огонь на самом деле Так что, господа, исключительно ваше мнение ждет Я не думаю, что это самый дорогой, но дороже того, что я пробовал Дороже всех тех, которые я пробовал Я полторы тысячи даю Баклажан А что, как много? Вот он, вот он стоит, ну рублей пятьсот, наверное Да ты ах** Ты че, б** Ты реально вот это Возможно, возможно я не разбираюсь Вот это пятьсот рублей Так нет, слушайте, в чем проблема? А ты еще у него кусочек и попробуй Да, попробуй мой, б** Брат, мой жаль, я нах** Плохой стейк Б**, а горчички бы вот еще Горчички? Да под стейку Я все помню, не доел А Лизе норм, по-моему, она там сидит, ковыряет Ша, 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 я, я, я Рассветает и сразу скажет Не? Не, вчера не Не, ну как сказал, так сказал У нас такие отзывы Да, типа я в стейках вообще не разбираюсь И типа я говорю только потому, как, ну-ка, как мне показал Типа вкусно или нет А по-другому не надо, по-другому не надо Поэтому я ставлю Пятьсот рублей сколько там встал? Триста рублей сколько там? Давайте я ставлю двоечку Это при том условии, что первый стейк я поставил ДВОЙКА При том условии, что я первый стейк поставил четверку И поэтому А он намного хуже, чем первый стейк Как ты дерзкий, брат Это для меня Это для меня Потому что мне так кажется Я вообще говно ем Типа все нормально А по деньгам? По деньгам, ну рублей пятьсот Типа Поставлю четыреста, чтобы не было Ты в рейстике пришел, ты пятьсот рублей заплатил И ты такой, нормально, ладно На самом деле в рейстике не стоит четыреста рублей стейк Но я поставлю около четырехсот Типа в кафе с бушками Ну да Ну короче, знаете, мне вообще не понравился Вот прошлый я съел целиком, вообще полностью Нет, ты сейчас в позиции Максима Богачева Тебе нужно выбрать, кому... Как в *** Да-да-да-да-да Стейк на самом деле мне нравится больше, чем предыдущий Он сначала показался жестким Но Типа Но мне его есть вкуснее, чем предыдущий Мы же опираемся на наше чутье В плане на вкус и на прочее Оно может Вот как все за меня наезжают только что Чего, прошлый стейк был а**л recognized? я слова не сказал это я говорила я слова не сказала пожалуйста прошлый стейк был вкусный а этот лучше предыдущий это скорее всего между первым и вторым первым и вторым когда тупо самый самый крутой или плюс? 1500 или 1200 я просто".ю дня 3 перед первым поэтому возможно Ты три дня не ела? Ну вот, это между А вы верите всему, что я говорю Это где-то на шестерку Он вкусный Я бы ему есть что-то не поел А мне нравится Я вот знаете, что к этому стейку хотел Горчичку, да? Горчичку Не-не-не, но я не понимаю, почему бы чисто мясо хотите, вот тут бы не помешало Какая-то свежая Типа аджика Братан, это Ну, типа Это вообще такое Типа, если ты к стейку Хочешь добавить аджику, это не стейк А хуэрга, по-моему Это сосиски уже получается А если ты к водке хочешь пиво Добавить, ты че тоже что-ли? Нет? Вообще да К водке нужно добавить Я хочу убрать Я не знаю Юра, они не понимают, к водке нужно пиво добавить Я хочу убрать от жизни все Я не понимаю Меня осуждает за желание Б**ть иметь все Что вы за люди такие Люди просто не пили водку и пиво Это как это был обзор Николая Соболева, он такой Лизка бухает, Лизка бухает Ты такая К водке нужно добавлять пиво Ты не помогаешь своему имиджу, Лиза Ты не помогаешь своему имиджу, понимаешь? Все нормально В писке и бухло лучшее, что с вами может произойти Два года спустя Все, типа Лизка пьет пиво Так он правильно стал же, правильно? В писке и бухло Ты думаешь Коля Соболев не пьет? Я смотрю тут накаляется Накаляется, ребята Давайте Все, все, все Ой, у нас станет Окончательные оценки Окончательные оценки у нас нет только от Ховы Балла нет Как это? Подожди А еще один стейк должен быть Окончательный для этого твой балла нет на третьем стейке Четвертый сейчас будет Ты поставил цену на балл нет? Семь Семь О, Даня поставил два Это самая низкая оценка за сегодня Тебе вещи нравятся в стейках, которые людям обычным не нравятся А мы переходим к четвертому стейку финальному Самый зашкварный А щас, дай подумать, прям серьезно отвечу Это мне прям противно смотреть Ой Их таких много, это ласплейщики Я прям не переношу ласплейщик многих Щас Мотор Ого, господи Зашквар сейчас Ну типа все, Ивангая называть не модно Ни Федова никто не помнит Наверно какой-нибудь Булгага или там Чувак, который с ником Познаватель Просто пи*** А нет, я знаю, Желейный Медведь Чувак, который снимает скетч Валера Познаватель Валера Познаватель, вот Пи*** Это твои ответы будут, Хован Молчи Чувак, просто пи*** Пятнадцать миллионов просмотров на сука Видеоролики с Желейным Медведем Ох, ненави... Ох Ну завидую, да? Это сложный вопрос На самом деле, это сложный вопрос Я не знаю, пусть каждый сам ответит на него Это как вопрос о смысле жизни О существовании Бога Каждый сам решает, кто больше всех зашкварился Мотор Итак, друзья, последние, финальные Стоичишки Вот у нас тут все Вот так вот, на семерочке И выкладываем Правильный звук, хороший звук Они толстенькие, поэтому Мы будем их жарить, наверное, минут по... Я думаю, по две На самом-то деле, но дадим побольше отдохнуть Да, то есть мы по две, чтобы корочка была Да, да, да Но лежать, чтобы в толще Прошла температура, будут они подольше Потому что, опять же, волокна... Ну, повторяемся, да, но тем не менее Потому что волокна идут поперег То есть жар проникать будет намного быстрее Друзья, да, обжариваем бока стейков Но здесь, я должен сказать, нужно именно обжаривать А не просто, знаете, положил, прижарил и готово Именно под обжарить Короче, вот это финальный стейк, который отдохнул Я не буду громко называть Какой он по цене Для того, чтобы не спалить Никакой информации Информации, так Вот так О, такой он божественный Прям, смотрите И вот так мы Прям на каждой Люди не умеют врать Самое главное, что они такие, типа Типа, оооо, это божественно А это самое дно Посмотрим Заткнись Заткнись Сейчас посмотрим, что они скажут на самом деле Мне очень интересно, потому что Скорее всего это будет фейл мировой Вот Сейчас скажу Это не касается ютуба, это в обществе А, ну я, я помимо ютуба Много где зарабатываю, чувак Квот На опцион Я зарабатываю У меня там Финальная сумма Ну не знаю, я честно Я ни разу Я ни разу не смотрел Ну, шесть нулей Это слишком много Я думаю Я ни разу Я ни разу не смотрел Сколько я заработал Ну, типа, прям вот Определённую цифру Которую заработал за месяц Не было ни разу такого Не, один раз было Это когда я снимал игры Это было год назад Я заработал за месяц Миллион рублей И я такой Ёпта Я нашей маме позвонил Мам, я заработал за месяц Миллион рублей Но сейчас я значительно Меньше зарабатываю А? На Балтик, конечно Всё Так что я не знаю, сколько я зарабатываю Честно Ну, типа, много Тысяч триста, наверное, есть Спасибо Очень Много Я буду отвечать на этот вопрос Только в налоговой Я, честно говоря, не считаю Я Мне и так Женщины не дают Как бы Зачем я Я бы мог сказать Я зарабатываю там Пять миллионов рублей Например Но Это бы не помогло Или я бы мог наоборот Прибедниться сказать Сто тысяч рублей Зарабатываю Прибедниться Ну, да Не очень хорошо получилось Народ в регионах Не понял Такого Прибеднения Поэтому Я зарабатываю Приблизительно В четыре раза меньше Чем заслуживаю вот ахахахах ты супер ахахахахах та 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 и давай, друзья мои вот ой, филе миньон даааа, филе ха обычно ну давайте ну, полюбите господа вот сейчас он просто так и сказал дааааа ты обычное филе ха ешьте мне прям кажется я съем такое ммм очень вкусное что это и он такой ТВОИ РОДИТЕЛЬ б** неё а �азия как когда картман грд на ноição и ну может меньше да vamos потеряли тебе вкладе не росам-дорогой нельзя выбрать по итогам отдали и по вкусу здесь дело не только понятие flute насколько вам понравилось Holand Я написал три штуки Ееееееет И девяточку, да? Отличный стейк Да, прям вкусно Вот вы хвалили прошлое И это показывает, что вы ложечки Не прошлое, а я молодец Я не хвалил прошлое Второе, короче Но при этом, как я вижу, здесь пожарка такая medium well получилась Ну, чтобы угодить всем, что называется Да, но заметьте Вот если вы крупно посмотрите, то все таки мы сделали Чтоб он был розовым, да Раскрой Раскрой это лицо Чтобы все таки было сочно А в Улдане речи не идет, конечно В Улдане у нас не было ни в одном из стейков Это без базары самые вкусные Поэтому я не знаю, что поставить ребятам Но я запрещаю Ставить типа 3001 Я поставлю три шлайны Нет, так нельзя Ну это типа читерство Так нельзя Нет, смотри, подождите Нет, господа Вы мешаете сами А мы потом просто озвучим себестоимость стейков, наверное, да? И, собственно, мы поймем, какую насыпку вы даете ресторанам Ну, будет логично Кость, ты за е*** Просто сравним сумму на сколько они Впадают, какая себе стоимость А мне интересно, кстати, вот действительно, сколько люди платят За это, за это Просят рестораны Интересный ЭКОНОМИЧЕСКИЙ факультет Я тебе могу Ответь, если там ни ху** интересного нет Мне сейчас просто придется все цифры Менять все цифры Зачем? То есть тебе это перестраивает всю систему? Это перестраивает второй стейк, который ел Который я полностью съел И? То есть Вот здесь то, что станет две с половиной и семерка И семерка Это, получается, второй по вкусности для меня Спустя, ну это ужас Ты давай сиди тихо Не-не-не-не, могут переменять Ну, ну, ну Здесь тысяча и четверка Тысяча И четверка И четверка И четверка Ээээ, так, здесь посложнее Лиза, а ты чё? Да она сидит, ждет пока Да нет, я вот думаю просто Я такая, типа, вы хвалите все стейк, мясо Я такая, типа, да, мясо х** заебись Но! Я не четверка поставлю Типа, для меня это мясо гораздо более солёное, чем первое Поэтому, типа, несмотря на то, какое бы оно мясо ни было Чего? Пересолено? Пересолено? Пересолено была вторая Не, ну это уже не о мясе, а о том, как мы его посолили Да, я такая, типа, не вам, вы приготовили хорошее мясо, возможно Дайте мне подумать Окей, я поставлю здесь Господи, они всё переписывают историю Они делают Оставлю четвёрку Окей, а здесь оставлю четыреста двойку, плевать Пускай так останется Ладно Лиза Лиза За этот стейк За этот стейк я бы отдала тысячи три Честно Ну, нельзя, я уже назвал три тысячи Вот прям за этот маленький кусочек ты ешь За этот маленький, да Я за кусочек меньше отдала тысячи четыреста половиной Да, проблема в том, что мы уже наелись Типа, поэтому Нет Нееет Но Это самый вкусный Я Да, мы наелись, но он вкусный Короче, но он, типа, более самым вкусным Потому что ты жрал до конца два стейка Из-за того Один Мы-то сидели культурно ели, а ты тоже ел Ты сейчас не ел до конца Что-то вы не понимаете Не понял Но он был более сорёный, чем предыдущий, поэтому он мне понравился меньше Ну, в плане, типа, чисто по моим рецепторам он был более сорёный Тем не менее, ты ставишь ему три тысячи Я понял Типа, я платила большее количество денег за более плохие стейки, честно А, оценочка, оценочка Мясо было хорошее, но приготовлено невкусно Для меня Ну, это уже оскорбление лично дружи Это уже, б***ь Рамсы Драка 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 Ну, не знаю, типа, делайте реакции каждый день Это работает реально Записать диск? Ну, в первую очередь, короче, нужно *** Я бы вот это вот сказал Пивасик, пивасик? Да нет, ну, в широком смысле *** Не стоит трактовать слово *** как типа *** пиво или *** типа работать Нужно *** во всех смыслах Если ты не готов Или если ты такой Что именно значит слово ***? *** б***ь Блогинг не для тебя Типа, если ты такой А *** это как? Пошел *** Если ты готов *** Если тебе D Germans зовут Вот такой у нас для Лиски Абсолютно отдельный Супер-нежный супер-мягкий стейк Чтобы она Дала свою оценку Все-таки Все-таки девушка Мы ради девушки готовы на многое Вот, пойдемте Так, Лиз, для тебя отдельный стейк Слабосоленый Прям тестим А табличку можно? Да вы в рот смотрите Я икаю, не отвлекай меня Я пытаюсь не дышать, чтобы прекратилось Иначе мне тяжело будет И только подводить Спокойнее Нам нужна реально объективная твоя оценка Вот, чтобы Чтобы шоу было Закончено Ну, допился, бля Прекрати меня снимать Снимай, как Лизка пробует Не снимай, как Лизка Мясо снимай, да Попробуй хоть кусок Да, в натуре, ты че, я не понял, ты Да, бля Она его, знаешь, на 64 разрежет там 24, 6, 8, 16, 32, два Да я с к***цей, капи*** Вон Юра, интересней brings тебя Твой вердикт, Лиз? Ты ждешь тебя икнут? Да, но у нас есть очень мягкий, очень вкусный это все клево, но у нас же есть вот такая штука Он как официант, который напрашивается на чаевые типа напишите мне, напишите хорошую цифру 50% чаевых там 3000 ты поставил цену за него? 10 обычно 3000 все еще ценаю но оценка 8 8 Я в Дубае ела стейк получше Вполне возможно на самом деле есть стейки гораздо круче и прям вот реально круче у нас есть просто знаешь, которые можно здесь достать стандартные такие Я не отменяю, я знаю, типа стейк вкусный, типа он не такой как предыдущий он не похож Он вкусный Типа пьем Окей Итак, друзья Подведение итогов Кто же победил? Я победил А Костян будет рассказывать, кто победил Не, прям вообще, вообще ничего не помню, что было вчера Ну типа обычно у меня кусками Тяжко, тяжко Ну типа Ну да, да, скорее всего Бывало то есть Бывало то есть Да, конечно А каждый день Блятька Нет, это Что значит было тяжко вспомнить Блять Не возможно Дебильная Блять Тяжко вспомнить Блять, ты либо помнишь Либо не помнишь Блять У меня часто бывает такая хуйня Я После бухаловых Типа встречаюсь с людьми с которыми я бухал А они такие А помнишь как ты об**ан? И я такой Типа БУТ Мы угорели с того Как ты там стол перевернул Я такая Да Да Ну ты здорово прикольнулся Я так Да Прикольнулся Почему ты на на меня смотришь? Ни раз Помнишь как ты осведила Kevin Да А помнишь Лиза как его эти пломбы выкрутим? Так, давай смотри, кто угадал ближе всех, мы ставим 3 балла, кто на втором месте 2 балла. Там край идёт, слева, слева. Вот, да, 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 да. Я здесь восторг на этом салон. Меня заливает. Ну, сорян, я не удержался. Так, ну поехали. Значит, первый стейк куда ставите? И среди всех. Ну, да, так. Он, значит, как у нас получается? Так, первый стейк. Юрий Хованский оценил в 370 рублей. Лизка, б***ь, может кто-нибудь другой говорить? Я нажрался, может кто-нибудь... Пожалуйста, делай контент, продолжай. Причинай. Юрий Хованский, 370 рублей. Лиза, 1500, Даня, кашин, 600 рублей. Лиза, б***ь, б***ь. Ты пойду за пусту, да? Туда пиратов смиётся. Так, так, где ответы-то? Адим, все, уходи, все ушли. Качество на контент. Дружба ушёл, Костём ушёл. Юрия, бомби. Значит, первый стейк куда ставишь? Ты? Чё ты меня доебался? Всё написано на бумажке. Чё ты так? Итак, первый стейк Хован оценил как самый... Самое днище, я вижу. Да. Затем, значит, Лиза ценимает его с прямогонь. Сука, ты говори, кто победил. Победил, победила Лиза по любасу, потому что она его ценила как самый дорогой, потому что это был один из самых дорогих стейков. Нет, ты скажи, кто ближе был. Мы так начисляем, кто ближе. Так она победила. Ты, ты просрал вообще всё. Лиза, мы ставим три очка. Да, Даня, блять. Не смотря то, что у меня одну очко. Ну, я поставила целых три. Даня, два, и мне одну очко. Первый стейк был, стейк, рибай. Первый стейк был рибай, соответственно, да, это дорогой стейк, это очень качественный отрез, соответственно, получается так, что Лиза попала. Прямо вот, ну, по-ровному. Вот такие вот дела. Второй. Второй стейк, соответственно, Хован его оценил по достоинству, потому что это был Нью-Йорк. Это был Нью-Йорк. И вы с ним облажались слегка по сравнению с первым. Потому что он слегка подешевле, конечно, с первого, но с остальными стейками. У них одинаковая оценка, я им ставлю по полтора балла. Ну, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нью-Йорк, ты меня сейчас этими позывами тоже призовешь к нему, наверное. Ну, ты имей в виду, я занят. Я ничего не могу поделать. Я как-то в байках рассказывал, что я себя начинаю качать. Это часов на шесть. Я просто приношу. Я в видение. Друзья. Давайте просто закончим. Я поеду домой. Где я смогу только сядь. Терроризировать. Итак, третий стейк. Это было самое днище из всех возможных стейков. Соответственно, здесь вот правильно. Все, Даня просто решает вопросы, потому что, ну, это полные баллы. На втором месте, соответственно, Лиза. И Хован просто понятно, что с вами слился. Третий стейк, точнее, четвертый, был самый элитный. Самый элитный. Кто здесь победил? Кто дальше дал большую оценку? Я первый поставил три, а у меня украла лизка. Как ты оценку больше поставил, значит, ты побеждаешь. Да. И по вкусу поставил большую оценку. Так, так, давайте тут мы тогда пересмотрим. Три двадцати, все правильно. И получается у нас... И суммируй. Обведи черту и суммируй. Ну что ли? Девять. Юрий Хованский. Восемь. Девять. Юр, девять. Пятый, три, восемь. Три плюс три плюс три. Восемь. Бля, ну. Я просто на свое смотрю. Лизка. Я как и гляля. Лизка. Ха-ха-ха-ха. Чё вы дыр... Два, два, три, семь и полтора. Восемь с половиной. Да вы нахуй. Данесима кувшин. Два и полтора. Три с половиной. Шесть с половиной. Шесть с половиной. Шесть с половиной. Еее. Второе место. Победила сегодня. Все, сами. Дальше без меня. Итак, друзья. Мораль у нас какая? Кто победил? Лиза. Очевидно. Лиза? Ну то есть, Ю... Лиза победила на следующем месте у нас... Юлий Хабанский. И с небольшим отрывом. Ну да, не можете, короче, калоши совать. В целом, мораль примерно такая. В зависимости от цены стейка очень разнятся, короче, мнения людей. И совершенно... Дело в том, что эти стейки, они по цене отличаются в три-четыре раза. Я бы сказал так. Смотри. Здесь у нас один-два-три. А здесь у нас три-два-один. То есть, прям противоположное мнение. Все зависит от того, кто любит три-бай. Кто любит... Да вы просто говно любите. Тяжело произносить пафосные речи, когда ты и кайф. На самом деле, стейк, они выбрали максимальную цифру, а я сам уху... Они просто любят говно, вот и все. Я вижу, вот я поел, понял, что это говно, и написал, что это говно, вот и все. Короче, друзья, выбирайте стейк... Подписывайтесь на канал Хаванского. Самый простой иконой. Юра-аной. Друзья, выбирайте стейк, который нравится конкретно вам, и ту прожарку, которая нравится конкретно вам. И тогда вы будете за свои бабки просто наслаждаться идеальным стейком, потому что... Как показывает наш эксперимент, никому не угодишь. А с вами была... Лиза. Подписывайтесь на Хаванского. Ты реально... Нет, все в порядке. Запрогнал все. Я тебе скажу сейчас. Сейчас, хорошо. Ты хлопни, хлопни бублей. Ничего. Сейчас так... Я сейчас хлопну. Я сейчас хлопну. Так, что у тебя отвалится. Хорошо. Вот такой вот был наш прекрасный эксперимент. А с вами была Лиза. С вами был Даня Кашин. И, конечно же... И Кота пытается, чтобы прошла. И Кота пытается, чтобы прошла. Подписывайтесь на канал, и Коты. Юрий Хованский. Какой чел. Шоу я уже. Подожди, подожди меня. И поскольку мы тут остались с вами вдвоем. Канал Юрий Хованский. Russian Stand Up. На Лизку тоже может подписаться. Спасибо. Я не против. Просто, просто. Почему вы начали хорошо, а закончился... Смешно же ты че. Смешно же ты че. Смешно же ты че. Смешно же. Профессор. Да. ocasино же ты че. Все. Смешно же. Пока. Продолжение следует...